В прошлые выходные мы побывали в доме Гаррета и Лизы в Прингл-Бэй. В эти выходные мы отдохнем в плавучем доме, и на вашем месте я бы не терял ни секунды. Если поразмыслить над историей человека как вида, окажется, что люди были кочующими собирателями, обитателями буша и побережья, несравненно дольше, чем мы живем в домах или имеем водопровод. Если что-то брызгается, пищит или дышит, оно неизбежно окажется на углях и превратится в отличное блюдо. И лишь за последние несколько веков мы утратили знания, делавшие нас самыми успешными охотниками и собирателями, гастрономическими королями и королевами планеты. Я Джастин Банелло. Это «Приготовлено в Африке». «Приготовлено в Африке». Выходные на природе. Доброе утро. Дайте мне еще чуть-чуть поваляться в выходной, и мы отправимся в Лангебан. Итак, мы в Лангебане в национальном парке Уэст-Кост. Плавучий дом Нирвана. Здесь необыкновенно красиво. Сейчас начало весны, и все в полном цвету. Я приготовлю отличное блюдо, характерное для западного побережья. Это называется снэк. Я расскажу вам о нем позднее. Я не сказал, где мы находимся, потому что это можно только показать. Мы остановились в Нирване, вон в том замечательном плавучем доме. Его название переводится как «Состояние блаженства», и это то, что нужно на выходных. Давайте распакуем вещи, поднимемся на борт и приготовим ланч. Эван, вот что придает жизни смысл. Если задуматься, это выходные на природе. Смотри, где мы остановились. 20 человек в плавучем доме. Бог ты мой. Итак, у всех есть немного времени на отдых. Они обязательно проголодаются, так что я собираюсь приготовить на всех легкий ланч. Сегодня главное – точный расчет времени. Я хочу начать с того, что готовится дольше всего, и походу все вам поясню. Закончу тем, что занимает меньше всего времени. Для начала возьмем мускатную тыклу. С этим все просто. Срезаете верхнюю часть, берете ложку и вынимаете все семена. В конечном итоге должно получиться что-то вроде этого. Затем берете комбинацию шпината, петрушки и картофеля и кладете внутрь. Он доведен до полуготовности, сварен на три четверти. Как видите, картофель все еще слегка твердоват, но это ничего. Теперь надо нарезать чеснока и тоже положить в тыкву. Просто оберните в пищевую фольгу и выпекайте на огне. Я хочу попросить Кэсси приготовить остальные, а пока она будет этим заниматься, мы запечем в такой же фольге немного сладкого батата и картофеля. Все просто. Картофель, оливковое масло, немного соли, молден и заворачиваем. Герметично. Благодаря оливковому маслу все замечательно приготовится. Дэйл, все то же самое делается с бататом. Эндрю, ты не мог бы этим заняться? Кладем масло, заворачиваем и можно класть на угли. Немного батата. Ребята, поможете принести? Думаю, его можно выложить прямо на угли. Картофель, батат. Пока это готовится, займемся земляникой. И зеленый салат с земляничным соусом. Я хочу приготовить простой соус для салата из зелени, который пойдет с чем угодно. Кладем прямо сюда. Кидаем в салатник. Эндрю, ты не мог бы перевернуть картофель и тыкву, а то они могут пригореть. Запомните, картофель надо постоянно переворачивать, иначе он пригорит с одной стороны. Чтобы правильно его приготовить, его надо вертеть все время, чтобы он пропекся равномерно. Здесь все не так, как в духовке. Жар идет с одной стороны, сверху его нет. Так что продукты надо переворачивать, чтобы хорошо распределить жар. Кладем сюда всю землянику, а после этого добавляем немного сахара. Примерно одну-две столовых ложки. Примерно две столовых ложки. Немного бальзамического уксуса, не больше этого, лимонный сок. Делаем вот так. Возможно, хватит сока половинки лимона, но вы будете пробовать. Так что теперь маринуется. Кладем перец чили. Это чили жгучий. Эндрю, я как раз хотел попросить тебя попробовать. С семенами и прочим. Ты же знаешь, что в них вся острота. Насколько я знаю, они очень жгучие. Это гадко. Довольно жгучие. Но чили уравновесит сладость земляники. Теперь нужно слегка это перемешать, чтобы все было покрыто соусом. Вы увидите, что благодаря бальзамическому уксусу земляничный сок изменится и станет густым, как сироп. Он прекрасно дополнит снэка. Эндрю, ты забыл про картофель. Только что перевернул. Продолжать? Пора готовить снэка. Как видите, ребята уже немного проголодались и слетаются, как стервятники. Этот снэк уже разделан. Вместо того, чтобы снимать филе от позвоночника, рыбу разрезали со сраной брюха. Это точка разделки. Что совсем необычно. Что там с бататом? Джаз, все в порядке. Думаю, батат готов. Если хочешь, проверим. Ладно. Чтобы определить, что он готов, возьми нож и проткни клубень. Видишь, нож вошел, не встретив сопротивления. Этот готов. Батат еще не пропекся. Когда протыкаешь, нож не идет, как по маслу. Итак, наш снэк. Снэк, жареный в абрикосовом джеме и маслом чили. Я предварительно посолю филе. Просто посыплю солью вот так и оставлю на 20 минут. Это подчеркнет вкус рыбы. Затем соль надо смыть, а филе осушить. Спасибо, Гарт. С помощью бумажного полотенца. Так, филе уже сухое. Уэст, ты не мог бы сполоснуть и осушить остальные куски филе. Эрик, помоги ему. Итак, снэк немецкое название барракуты. Очень агрессивная хищная рыба. Если во время ловли вас укусит снэк, в ранки попадет антикоагулянт, и вы источите кровью. Чтобы остановить кровотечение, вам придется раздавить над ранкой рыбий глаз. Ужас, да? Сейчас мы приготовим снэка, и с этим все просто. Возьмем немного сливочного масла, и для начала растопим его на огне. После этого в это масло выложим перец, чили и чеснок. Честно говоря, вы еще не видели, что произошло с земляникой. Видите весь этот сок? Обратите внимание, сейчас он больше похож на сироп. Это замечательно. Ладно, вернемся к снэку. На западном побережье эта рыба – один из основных продуктов питания. Это жирная дешевая рыба, которую едят все. Она также известна как змеевидная макрель. Это настоящее название. Положим сюда немного перца, чили, предварительно нарезанный чеснок, абрикосовый джем. И перемешаем. Я хочу приготовить это в одной сетке. Извини, Андрею. Ибо сейчас тут станет грязно. Берем большое количество смеси чеснока, абрикосового джема, чили и масла, и втираем в рыбу. Осторожно, кости. После этого надо просто положить филе над углами. Сильный жар не нужен. Вот что нам нужно. Можете держать это в течение 8-9 секунд. А затем перевернуть на другую сторону. Жарим до тех пор, пока абрикосовый джем и масло не приобретут золотисто-коричневый цвет. И переворачиваем. А теперь, Дэйл, пожалуйста, подойди сюда, к тыкве. Если вы надавливаете на тыкву, чувствуете, что она стала мягкой, все готово. Эндрю, эти можно снимать. Если это раскрыть, вы увидите, что внутри все стало мягким. Эта тыква замечательно пропеклась. Давайте посмотрим, что у нас тут снизу. Ты сделаешь мою работу, я твою. Все готово. И мы, наконец, поедим. Там есть кости. Не беспокойтесь. Не надо никаких пояснений. Сервируйте и ешьте. Ребята, все готово. Уверен, что вы проголодались. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но, думаю, для начала придется быстро приготовить рустебрут. Это булочки, испеченные на огне. Итак, в первую очередь надо сделать закваску. Возьмите 10 граммов дрожжей, положите в салатник, добавьте чайную ложку сахара, это около 3 миллилитров, и немного теплой воды. В конце добавим немного муки, после этого просто поставьте смесь в теплое место, здесь достаточно тепло, оставим здесь. Примерно через 10 минут на поверхности появятся пузырьки. Тем временем мы возьмем 400 граммов муки. Я использую муку для сдобы и обычную пшеничную муку, по 200 граммов каждый. Просеем, добавим 3 четверти чайной ложки соли, 60 граммов масла, и все перемешаем. Закваска уже почти готова, так что сейчас я быстро взобью 2 яйца. А теперь посмотрите, как здесь все замечательно, пузырящаяся качественная закваска. Добавляем сюда яйца и немного перемешиваем. В муке нужно сделать небольшое углубление, а затем влить сюда смесь из яиц и закваски. Это нужно вымесить. Придется запачкать кромки. Ребята, думаю, вам действительно повезло, потому что, если вы заметили, задний план постоянно меняется, из-за того, что судно движется вместе с приливом. Итак, этого достаточно. Смажем снаружи подсолнечным маслом, потом закроем пищевой пленкой, и поставим в теплое место на 40 минут. Уже прошло 40 минут, и, как видите, тесто увеличилось в объеме в два раза. Осталось его вымесить и разделить на кусочки размером с яйцом. Примерно такие. Оставим их на противне в теплом месте, чтобы они увеличились в объеме, а после этого можно выпекать. Итак, Джон, Мунга, Эндрю, идите нам помогать. Это интересно. Делаем углубление по центру и кладем туда джем. Сыр и джем. Сыр, шоколад. Эндрю пытается сделать рулет с вареньем, и это тоже интересно. Еда хороша тем, что с ней можно играть. Это все равно, что вернуться в детство, только потом придется это есть. Слегка посыпем их мукой, и все готово. Температура должна быть высокой. Но не слишком, чтобы они не пригорели. Нужен равномерный средний жар. Ставим выпекаться на 5-10 минут. Примерно так. Вот так, маленькие булочки Эндрю. Чуть позже посмотрим, что у него получилось. Они выпекаются уже 5 минут, и вы можете видеть, как они красиво подрумянились. Посмотрите на висящий сыр. Видите? Вот эта булочка с сыром. Он весь расплавился. Дэйл, думаю, они готовы. Давай проверим. Ты только полюбуйся. Вот этот с шоколадом. Вы должны это видеть, потому что осталось только... Сначала булочку нужно разломить. Смотрите. Немного масла и сыра. Мне хочется добавить сюда абрикосовый джем и немного сыра маскарпоне. Чем-то похоже на лепешку, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, завтрак окончен, и нас ждет прекрасный день. Сейчас мы дадим всем немного отдохнуть, а позднее я приготовлю блюдо собственного изобретения, которым я очень горжусь. Это равиоли с приготовленными на пару мидиями, чесночным маслом и маслом с черным перцем, томатным соусом и спаржей. Будет здорово. Сейчас весь день в нашем распоряжении, и мы не применем этим воспользоваться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Последние компоненты ланча кладем сюда, и можно начинать готовить наши равиоли с начинкой из мидии. Приступим к делу. В кулинарии очень важно правильно рассчитать время, и первое, чем нам следует заняться, это томатный соус, потому что на его приготовление уходит от 45 минут до одного часа. Я никогда не боялся чеснока, и вам не советую, но если вас смутит количество, которое я кладу, хватит пары зубчиков. Прямо в кастрюлю. Немного репчатого лука для сладости. И анчоусы. Секрет в том, что анчоусы вытянут влагу из томатов, и получится просто потрясающий соус. Я готовлю на 20 с лишним человек. Если вас, скажем, всего двое, достаточно двух анчоусов, двух томатов, банки консервированных томатов и зубчика чеснока. Наливаем сюда немного оливкового масла, буквально несколько глотков. Оно сделает томатный соус более густым, вкусным. Поставим сюда, и пусть готовится. Тем временем я быстро нарежу томаты. Обычно я беру по одному-два томата на порцию и режу их на четыре части, так как в процессе приготовления они превратятся в пюре. В последнюю очередь мы выкладываем две банки очищенных консервированных целиком томатов и оставляем это готовиться на 45 минут. Итак, процесс пошел, и нам пора заняться пастой. Вам понадобится одна чашка хлеба пекарной муки. Как видишь, здесь примерно две чашки. Примерно. Два яйца. Делаем углубление в муке. И вымешиваем, пока не получится замечательное плотное желтое тесто. Сейчас я сделаю, и вы увидите. Это тесто полежало в холодильнике около 20 минут, и теперь его можно пропустить через машинку для изготовления пасты. Возьмем кусок размером с яйцо и позовем кухонных рабов. Смотрите. Привет. Извини. Надо быть вежливым. Не изгать мою рубашку, пока мы говорим. Итак, возьмем шарик размером с яйцо. Фрипудрим мукой. И положим в машинку для пасты. У вас должна получиться вот такая лента. После этого мы будем понемногу уменьшать зазор, чтобы тесто становилось все тоньше и тоньше, пока у вас не получится лист пасты. Свежая домашняя паста. Мистер Фабер, Эндрю, за дело. Чтобы получились равиоли, надо свернуть пасту, положив туда начинку. В нашем случае это будут мидии. Эндрю, передай мне тех мидий. Эти мидии в течение нескольких минут готовились в белом вине, и как результат они легко извлекаются из раковин. Хорошо, что на них нет водорослей, иначе их пришлось бы удалять. Приступим к делу. Нам нужно достать всех мидий из раковин. Даррен, если не возражаешь, ты не мог бы помочь? Брэд, пожалуйста, помоги нам с этим. Если начнешь с той стороны, будет здорово, а я пока быстро приготовлю чесночное масло и все остальное. На самом деле надо просто нарезать чеснок. Кладем кусочек сливочного масла и разминаем, чтобы чеснок смешался с маслом. У нас получится масло, которым мы приправим мидий. То же самое делаем с черным перцем. Растираем. Высыпаем в салатник и повторяем. Складем масло и разминаем с черным перцем. Как думаешь, стоит добавить чили? Думаю, да. Положим чили, черный перец и чили. Можно резать довольно небрежно. Разминаем это с маслом. Видите, как просто готовится ароматизированное масло. То же самое можно сделать с базиликом, мармайтом, баврилом или любым продуктом, которым можно ароматизировать масло. Представьте, как это будет вкусно в равиоле. Они закончат через минуту. У нас готов первый тонкий лист. Видите, какого красивого желтого цвета эта паста? Когда будет готово, мы положим начинку. Так лучше. Ты будешь пить из бутылки? Как дела, Джон? Все готово? Сейчас, когда паста готова, мы можем сделать равиоли, простые конвертики из пасты. Берем лист пасты и немного мидии. Кладем мидии и промокаем. Забудьте об этом. После этого кладем на некоторые из них чесночное масло. Когда равиоли приготовится, никто не сможет угадать, какой вариант внутри. Попробуйте один, он будет с чесноком, другой будет с черным перцем и чили. Это что-то вроде равиоли с сюрпризом. Накрываем это листом пасты и растягиваем, чтобы он покрыл все. А потом выдавливаем оттуда воздух. Обрезаем. Плотно соединяйте края, так как в наши мидии не должны попасть ни вода, ни воздух. Полюбуйтесь. Излишки пасты и муки просто стряхиваем. Когда равиоли всплывут, это значит, они готовы. Эти сварились. Вы, наверное, заметили, что они стали чуть больше. Разбухли. Видите? Посмотри, Дэйл. Видишь, они стали полупрозрачные. Можно разглядеть начинку из мидии. Почти как в постельке с чесноком. Знаете, когда вы будете совсем заинтригованы? Вот один из таких моментов. Поливаем все это соусом. Думаю, вы можете представить, как теперь все будет. Каждый может взять побег спаржи. Приятели, это некрасиво. Это чертовски соблазнительно. Судя по виду, должно быть очень вкусно. Посмотри. Тяжело. Угощайтесь. Вот мидии, спаржа и равиоли с начинкой. Просто попробуйте. Так проще всего. Угощайтесь. Большое спасибо. Я хочу немного спаржи. Клади. Кладите больше, это вкусно. Сочно, вкусно. Ребята, это последнее блюдо, но нас еще много чего ждет. А как может быть иначе, если мы там, где мы есть? Самое печальное, то, что сейчас мы выключим камеру и просто насладимся едой. Единственный способ завершить такую серию, сказать, что вы должны обязательно это испробовать. Ведущий – сорежиссер, автор идеи – Джастин Банелло. Продюсер – Даррен Паттер. Сорежиссер – Дэйл Роткин. Если у вас когда-нибудь появится возможность остановиться в плавучем доме, мне кажется, вы будете знать, чем можно заняться с компанией друзей на выходных. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО «Ред Медиа». Продюсер – Даррен Паттер.